Сегодня в доме Анны Дементьевны Русаковой праздник. Море цветов, подарков и добрых пожеланий. Гостеприимная хозяйка всячески пытается угодить гостям. Сама хлопочет по хозяйству, и это несмотря на то, что отмечает она столетний юбилей. Я себе не хвалю, что я такая вот такая. Я простой человек. Вот, я любила всех и сосед уважала. Небольшая гостиная частного дома еле вмещает гостей. На праздник именинницы приехали представители районной соцзащиты и глава сельского поселения Булатниковская. Такой повод повидать Анну Дементьевну они пропустить не могли, ведь их дружба длится уже не первый год. Немногие люди могут сохранить такую жизненную способность, а тут еще и в 100 лет. Поэтому она удивляет, поражает. Я желаю ей прожить еще 200 лет, чтобы все у нас было и в поселении хорошо, и у нее все хорошо. И мы, естественно, будем поддерживать. Гостям Анна Дементьевна привыкла. Полжизни она провела в деревне в Рязанской области. Там друг к другу ходили, что называется, без стука. В Жабкино пенсионерка переехала 51 год назад. Будучи уже вдовой, она бросила привычную жизнь и поехала вслед за дочерью. Фотографии покажи кому-то, кто здесь расскажет. Интересных моментов за столь длинную жизнь у именинницы, конечно, множество. Но вспоминает она ни трудности и горести, ни работу и даже ни войну, которая и ее не обошла стороной. Рассказывает о своей семье. У Анны Дементьевны шесть детей, десять внуков и столько же правнуков. Недавно ей посчастливилось стать прапрабабушкой. Именно в этих людях пенсионерка видит смысл жизни и рецепт счастья. Я родила детей. Главное, я их воспитала. Это самое мое счастье воспитала. Они мне все слушали. Жизненной активности и бодрости духа именинницы может позавидовать молодежь. Не перестает работать в огороде, сама за собой ухаживает. Правда, плохо слышит. Но если говорить погромче, то Анна Русакова с удовольствием поддержит беседу. За праздничным столом даже позволила себе глоток шампанского. 65-летний сын гордится своей мамой. Он уверен, именно ее советы помогают ему в жизни. Это большое счастье. У меня такой жизненный путь, что когда прошла, она мне много чего рассказывала. У нее память хорошая, рассказывает. Поэтому я все это себе откладываю, свой компьютер, как говорится. Вот это мне приходится в жизни. Я могу свои дети передать, могу там внуку. Неожиданным сюрпризом для Анны Дементьевны стала телеграмма депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова, в которой он поздравил новорожденную с вековым юбилеем. Конечно, совместно с Вячеславом Александровичем Фетисовым мы смотрели, к кому мы едем читали, а Анне Дементьевны были поражены. Но когда я приехала сюда лично, честно говоря, была, мягко говоря, шокирована. Потому что настолько человек красиво выглядит, настолько позитивный, такой оптимизм. На этом торжества в честь столетнего юбилея не закончатся. На днях Канни Дементьевне приедут многочисленные родственники. По скромным подсчетам их около 50. И самым главным подарком для именинницы станет то, что вся ее семья будет рядом. Юлия Погосян, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видно этого.